Ну, это уместный вопрос и к тому, зачем все это нужно в принципе, занятия политикой России и так далее. Ну, во-первых, если это персонально рассматривать, то я ничем другим в жизни не занимался, кроме как устройством демократии в России. Так есть по большому счету. Поэтому для меня это более чем логично. Сложно менять на что-то на десятке область своих занятий. Будем прямо говорить. Что касается конкретно этой технологии. Дело в том, что я же ведь ее много раз и в течение двух лет обговаривал с главными участниками политических процессов. Ну, сейчас за границей в русской оппозиции. Давайте проведем выборы. Давайте выберем какой-то там протопарламент, правительство в изгнании, коррекционный совет, оппозиция. Ну, все что угодно. И нигде практически не встретил поддержки. Практически ни один из значимых людей в российской оппозиции на это не пошел. Ну, разные причины. У кого одни, у кого другие. Тут обсуждать их себе дороже. Но сам факт, что это не какая-то новая, необычная, необычный инструмент, посредством которого предпринимается попытка дать голос гражданскому обществу в России, которого не слышно в самой России и чахоточно слышно, совершенно сдавлено за ее предел. Потому что ни на что не влияет голос этой русской оппозиции. Ну, и третий аспект. Ну, смотрите, ведь начинаются же так называемые выборы в России. То есть, они идут. 17 марта должны состояться. Все знают, какой будет результат. Все понимают, ничего не будет. И люди пытаются начать играть по правилам, которые ему установила власть. То есть, вовлечься в процедуру выборов. Давайте поддержим кандидата. Ну, по-моему, там Надеждин кандидат. Не знаю. Понятно, что он согласован над администрацией президента. Его допустят, чтобы как раз показать беспомощность. Мнение о пацифизме, русской оппозиции, либералов и так далее. Специально же это делается. И мы это прекрасно даем себе отчет. Это тоже правило игры, по которым власть допускает такую альтернативу. Ровно так же, так сказать, все другие технологии. Вот давайте все в полдень встанем. Вот давайте еще что-то сделаем, чтобы друг друга увидеть. Что вы там не видели, понимаете? Что вы там увидите? То есть, никто не предпринимает, ну, выразимся так, радикального шага в сторону от повестки, навязанной властью. Никто. Ну, какой проект предполагает какой-то вне этой системы активность, которая должна привести к аккумуляции ресурсов, мобилизации позиций электората, людей, сочувствующих, агрегировать, объединить. Вот кто это? В чем это выражается? Ну, могу только сказать, это единственное, русские вот эти небольшие по численности отряды типа РДК и Легион. Ну, это какая-то совсем новая повестка. Потому что там же есть и политическое содержание, правильно? Освободить силы, освободить с помощью оружия Россию. Это необычная новая повестка, внесистемная повестка, конечно. Конечно. Вот. Сила оружия или оружие силы, ну, как кому нравится. Но вот мне кажется, что это вот компромиссный до известной степени способ попытаться сформировать политическую власть, независимо от Кремля, независимо от системы власти, которая в России установилась, параллельно в попытке ее наполнить содержанием. Это уже следующий этап. Но нужно сначала создать инструмент приемлемый и безопасный для всех. И я посчитал, что вот я в состоянии с этим справиться. Не будь у меня канал двух миллионов, не будь у меня моей репутации, не будь у меня технологии, которые не я, конечно, создал, я не программист, я бы не смог этого ничего сделать. Но поскольку вот сложилось так, что все это вместе у меня есть, я решил это реализовать. Действительно, это больше походит на действие, нежели призывы, значит, попытаться перепрошить избирателей. Вот Кац предлагает такой необычный, неожиданный, никогда не испробованный способ через YouTube-каналы, значит, повлиять на избирателей. А мы чем занимаемся с 24 на 7? А мы что делаем все эти два года войны? Он говорит, это особый момент, например. Я говорю о максимикации, которому я испытываю ровные чувства, так сказать, никакого я отрицательного не испытываю к нему негатива, там еще что-то, потому что, ну, вот так человек видит мир, понимаете. Вот он говорит, этот аргумент меня зацепил, что люди, они особенным образом себя проявляют в период выборов. Они вот так не интересуются политикой, а поскольку вот им надо что-то решать, куда-то идти, они, значит, внимательнее относятся к тому, что звучит там из компьютера, с YouTube-платформ, там, из социальных сетей. И вот мы должны этим моментом типа воспользоваться. А я вот хочу спросить, а вот за эти два года, что идет война, это не особый момент, когда людям вообще стоило бы поинтересоваться политикой? И я думаю, что они в каком-то смысле все-таки интересуются. Я не думаю, что выборы более значимые действия, чем война. Более значимые события, чем война. Война-то куда больше заставляет людей привнуть к экрану, потому что это вопрос жизни и смерти. Их самих, их близких, далеких, соседей, друзей, знакомых. Ну, потому что мобилизовано-то были, извините, 325 тысяч. Ну, может, это и немного для всей России, но так, я вам скажу, приличное количество людей. И гибнут эти люди, не говоря уже о профессиональных военных, там, контрактников и других. Поэтому, да, действовать – это именно действие, это не созерцание, это не отвлеченное занятие информационным обменом. Это действие. Оно может не получиться. Вот важно сказать, что не надо бояться проиграть, не надо бояться ошибиться, не надо бояться, значит, что это не заработает. Я этого не боюсь. Могу себе это позволить в конце концов. Я выступаю арбитром в данном случае. Я никуда не баллотируюсь, не стремлюсь, мне абсолютно все равно, кто там будет, примет участие, как используя активное избирательное право, пассивное избирательное право. Моя задача – дать людям выход. А пусть они потом дальше в пользу сами этим инструментом. Он мне не нужен. Это не какой-то эксклюзивный фигинский инструмент, который будет мне принадлежать, и я буду с этого дивиденды стричь. Мне это не надо. Но я хочу их заставить сделать шаг в сторону, попытаться начать мыслить более нестандартно, предпринимать действия, выйдя из круга вот этого замкнутого, который им определила власть. Ведь такое ощущение, что оппозиция бегает по клетке, замок, ключ от которой этой клетки, находится в руках Путина. Он им заказывает повестку, и они на нее рефлекторно реагируют. Ой, вот у нас выбор, давайте мы что-нибудь придумаем. А нам ничего не дают, Дунцова не зарегистрировали, но что делать, давайте выбирать из того, что есть. Ну хорошо, а если Надежды не зарегистрировать? Ну давайте просто черкать бюллетень. Черкать сколько угодно, только результат объявляют не исходя из того, за кого сколько подано голосов. Вот важно это понять. Разрывы процесса и результата. Это условия власти, при котором она может проводить выборы. Если бы выборы проводились с зависимостью процесса от результата, она бы никогда таких выборов не провела. Путин ни в одних выборах не участвовал, где не было бы предсказуемого результата. Вот это важно понять. Еще одна важная деталь, очень важная деталь. Смотрите, чем больше русская оппозиция программируется на участие в таких заказных со стороны Путина компаниях, вовлекаясь в его повестку, она уходит от центрального вопроса, который должен быть для любого политического движения, политических занятий главным. Это вопрос о власти. Центральный вопрос, как говорил Ленин. Это вопрос о власти, при всей моей неприемлемой большевистской идеологии и самого Ленина. Но это действительно так. Вопрос о власти главный. Вот во всем, что делает российская оппозиция, вопрос о власти второстепенный. Все, что угодно. Но только не вопрос о власти. А надо ставить именно о нем вопрос. И ровно поэтому какой-нибудь пригожий покойный, двигавшийся к Москве, ставил вопрос о власти. Ровно поэтому военные отряды, которые сражаются в составе ВСУ, тоже ставят вопрос о власти. Они хотят свергнуть эту власть путем использования оружия и так далее, и так далее, силовым методом. А российская оппозиция, когда она говорит, давайте в полдень все соберемся в очередях к участкам, она не ставит вопрос о власти. И мне странно, что этого люди не понимают. Но это видит и очень тонко чувствуют люди, которые за этим наблюдают. Люди, которые, вы представляете, они воодушевляются, потом 17-го объявляют 85% за Путина, и у них как на салазках по американским горкам съезжает эта тачка, ну вот опять ничего не вышло. А те, чтобы отыграть свой промах, начинают говорить, ну это вот мы не так как-то сработали, вот надо было по-другому агитировать, но надо было по-другому людей настраивать, и вот точно бы мы победили Путина на выборах. Вы понимаете? Но это же как бы капсулирование политическое. То есть вы как бы себя загоняете в такое прокрустовое ложе, из которого нету хода, понимаете? Вы не можете из этого выбраться, потому что вас накрывает бетонный плитон, и вы же еще и замазываете щель бетонной вот этим цементом. Вот и все. И поэтому попытка выйти за круг, вот одна из них, это вот использован такой технологии для проведения альтернативных выборов. Во-первых, никогда не надо доверяться никому. Вот мой совет. Никакому Марку Фейгину и никому другому доверяться не на до. На слово не верьте. Ни в коем случае никогда. Если вы поверите на слово, человек может и хотел бы это слово защитить, но могут произойти какие-то вещи, которые могут произойти помимо его воли. Вот это очень важное для понимания. Второе. Технология очень простая. Это не моя технология, я не ее ноу-хау, как бы создатель, значит, этого ноу-хау. Но это программисты из Европы, это группа людей, они выходцы из стран бывшего СССР, там и грузины есть, и украинцы, и русские, разные. Создали, в общем, достаточно понятную платформу, которая заключается в следующем. Она уже создана, это технологии, работающие, я скажу, на какой стадии мы находимся. Вы, если являетесь обладателем биометрического паспорта, а их таких в России 35 миллионов выдано паспортов. 35 миллионов. Я вам скажу, это приличная цифра. Она может поконкурировать, в принципе, с любым списком избирателей, но их избиратели в России около 100 миллионов, наверное, где-то так, может, чуть меньше. Это очень приличная цифра. Естественно, охват гигантский. Почему именно биометрия, они обычные паспорта, с которыми нельзя будет принять участие в этой технологии? Потому что как раз биометрия обеспечивает анонимированность участия в выборах, используя своего активного избирательного права. Анонимное участие за счет блокчейна. Каким образом это делается? Есть два приложения. Ровно сейчас на этой стадии мы находимся их регистрацией. Мы припираемся сейчас с App Store и Play Market, чтобы их зарегистрироваться. Я думаю, что мы доведем этот вопрос за несколько дней, ну, может, неделю, мы постараемся, чтобы мы уже там на мои отказы были, мы меняли, мы корректировали, чтобы вы понимали. Два приложения в вашем смартфоне, соответствующие по вот этим голосованиям. Для того, чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться в качестве избирателя. Вот это самая такая важная часть. Естественно, эти приложения от имени Feigen Live, так, чтобы они не оказались ни в коем случае под контролем или в руках противников. То есть, я имею в виду ФСБ, Кремля и так далее. Российской власти. Выразимся так. Вы на своем смартфоне, качав приложение, прислоняете паспорт к глазку камеры. Не сам паспорт, а именно биометрию. Для того, чтобы просто подтвердить, что вы обладатель российского паспорта. И больше ничего. Нам не нужны ни ваше, ни имя, ни фамилия, ни отчество, ни дата рождения, ни номер паспорта. Ничего из этого нам не надо. Это не имеет никакого значения. У нас нет списков именных избирателей, и они не нужны. Вы просто должны доказать, что вы действительно гражданин России. Вы доказать это можете только путем наличие вот этого биометрического паспорта, прижав который к глазку камеры, дает вам возможность входа, некого отпечатка, который остается у вас в приложении, и вы сможете, благодаря этому отпечатку, оригинально неповторимому, проголосовать. Я упрощаю, естественно, все там есть термины, но они не помогут. Проголосовать 17 марта один раз в течение одного дня в определенное время, нажав кнопку за одного из кандидатов. Все. Больше ни для чего не нужно это приложение, вы можете его потом стирать, можете там уничтожать. Это вообще не имеет значения никакого. Вы должны его продержать, это приложение, до 17 марта. Все. Ваш оригинальный отпечаток останется в этом приложении, где вы сможете проголосовать за кандидатов, которые будут выложены в этом приложении. Достаточно простая технология. Значит, почему это безопасно? Потому что был выложен, как только зарегистрировано будет приложение, открытый код этого приложения, и каждый, ну понятно, что программисты есть, есть специалисты, есть пользователи, продвинутые, попробуют и посмотрят, пороются в этом приложении и определяют, действительно оно скачивает персонально или нет. И только после того, как авторитетная экспертиза пройдет, публичная, подчеркиваю, публичная, не какая-то там Вася Пряник сбегал, проверил, говорит, не, все нормально, я там все посмотрел. Нет, любой человек сначала проверит, мы дойдем какой-то срок на это, и только после установления всех багов и всех проблем, связанных с приложением, только после этого будет объявлено, да, оно безопасно, да, оно не скачивает ваши персональные данные, теперь мы начинаем регистрацию избирать. До этого момента ничего происходить не будет. Более того, если мы обнаружим, что невозможно проконтролировать, что эти персональные данные уходят, они вообще-то остаются в вашем телефоне, ну, это сама биометрия, мы не запустим эту технологию, то есть я объявлю прекращение кампании, если я не смогу сам убедиться, что эти данные куда-то на сторону уходят, я тогда не буду проводить, я скажу, что технологически мы не справляемся. Увы, я очень хотел, но я не являюсь экспертом, программистом, инженером, поэтому я не могу за это отвечать, я лично это не могу исправить, ну, значит, не получилось. Только после того, как пройдет вот это тестирование, пройдет вот эта проверка, публичная проверка, любой сможет проверить. Только после этого мы объявим кампанию, уже начатую, стартующую. Сегодня вот 17 число, к сожалению, мы не успеваем, вот из-за того, что у нас не зарегистрировано приложение к настоящему моменту, то есть ревью мы посылали уже два раза, там устраняем требования, ну, соответственно, требования, недостатки у этих приложений, там не буду вводить людей в детали. Как только они пройдут опруф в Гугле, и, соответственно, в Apple, в Story, и, соответственно, в Play Market, все увидят эти приложения, и мы определенный тестовый режим откроем. Далее, мы регистрируем избирателей, люди прислоняют паспорт, получают этот оригинальный отпечаток, дальше начинается кампания регистрации кандидатов. Ну, во-первых, уже есть десятка, десяток уже желающих, публичных, я подчеркиваю, персон, которые собираются принять участие в этих выборах. Дело в том, что, к сожалению, мы не сможем создать большую избирательную комиссию, которая будет бесконечно обсуждать, кого регистрировать, кого не регистрировать. Мы так делать не будем, потому что на это уйдет уйма времени, и на препирательство, кого и чего, у меня просто нет ни сил, ни возможностей. Я не хочу, чтобы это было заболтано всеми, понимаете? Все погрузится в болтовню, а я это видел много раз, вокруг одни болтуны, понимаете? Поэтому нет, этого не будет. То есть регистрировать буду я вместе с теми, кто зарегистрирован, будет посылать своих представителей, кандидатов, в эту комиссию, и они будут иметь тоже право голоса. То есть взаимоисключающие кандидаты будут направлять своих представителей, это и будет комиссия. Но решающий голос все равно будет мой. Почему? Потому что, к сожалению, и дефицит времени, и дефицит политических возможностей не позволит нам сейчас развернуть масштабную кампанию созданием избирательной комиссии, каких-то там представителей, выборов этой избирательной комиссии. Я знаю, чем это заканчивается, ничего. Болтовнение. А вот, естественно, те политические фигуры, это реальные люди должны быть, реально известные люди, кстати. Нельзя дедушке из Мухасранска выдвинуться и сказать, я тоже кандидат. Так не будет. Я знаю, что наверняка власть попытается загадить эту технологию, этот проект путем наплыва каких-то ботов, кандидатов и так далее. Я этого не позволю. Я сразу говорю, что этого не будет. Никакого. Вот знаете, КСО-оппозиция, вот вы, Артем, ну, не важно, не родились еще, а вот было проблемой, что МММ тогда договорилась с аппаратом администрации президента, и они направили туда своих, представляете, они даже прошли в КСО-оппозицию. Это было смешно очень. Вот у меня так не будет. Ни один из таких не пройдет. Даже пусть не дергаются и не пытаются. Но неймы из неизвестно откуда кандидатами не станут. Почему? Просто потому, что мы не знаем, кто вы и где вы. И поэтому на риске того, что потом этот человек будет хохотать и бегать по интернету, говорить, что несуществующий продукт искусственного интеллекта зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, этого не будет. Просто не будет и все. И поэтому это снимает все противоречения. Кто-то скажет, это не демократично, это волонтаризм. Да, это волонтаризм. Да, это не демократично. Вы представляете? Вот такая история. И поэтому я иду на эту жертву, иду на эту издержку. К сожалению, по-другому сейчас невозможно. Только и исключительно потому, чтобы не позволить на старте убить эту технологию. Потому что мы видели, что происходило с выборами КСО-оппозиции. Мы видели даже венедиктовское голосование это дистанционное, которое он продвигал по заданию администрации президента. Мы видели, как уходили личные и персональные данные не по вине их из ФБК в связи с умным голосованием. Вот я ничего из этого не позволю волевым образом. Этого ничего не будет. Вот. Может, это кому-то не нравится, там начнут плеваться, кричать, что это недемократично. Да, будет вот так. Вот и все. И это преодолевает очень много проблем. А вот следующие, вторые голосования, референдумы, выборы парламента, вот это пусть проводят уже по другим правилам люди, которые захотят с этой технологией, используя ее, сформировать какие-то альтернативные органы власти. На моем канале же будут дебаты кандидатов. Чем вам не хайп? Представляете, когда соберутся, не буду называть фамилии, вот те, кто соберутся, будет такое твориться, понимаете? Это будет адище. Причем, я знаю, уже есть желающие каналы, которые готовы давать свои площадки под дебаты этих кандидатов. Видные каналы с многосот тысячными подписчиками будут тоже освещать, будут тоже давать слово, будут тоже давать возможность для выступления этих людей. Ну, в основном дебаты, потому что, ну, что выступать? Выступая, не выступая, там у всех каналов. Дебаты, споры, да, о войне, о мире, о Путине, о власти, о людях, о России. Поэтому, да, я думаю, что это очень быстро наберет внимание к себе. Опять же, мы исходим из того, что эта технология может не дать массового притока. Мы закладывались на этот риск, что будет зарегистрировано там, не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч избирателей, 30 тысяч избирателей, 50 тысяч. Хотелось бы 500 тысяч, я понимаю, шансов у этого какое-то есть, но я не могу этого заранее априори гарантировать. Я этого не знаю. Люди действительно боятся, могут не решиться и так далее. Конечно. Какое осуществление? Дело в том, что прелесть блокчейна в момент выборов любой может смотреть за результат. Это будет окошко, на котором в зависимости от голосования будут меняться цифры и так далее. Это настолько прозрачно все, что здесь не будет таинства такого какого-то, что вы не знаете, сколько проголосовал, не знаете, сколько зарегистрировал. Это все будет видно в окнах. И каждый человек может проверить свой голос, где его голос, как он проголосовал, где он лежит. Это позволяет блокчейн. Я повторяю, это сложные вопросы уже технические, которые, наверное, будут освещать специалисты лучше, когда мы все запустим. Они все объяснят, потому что я лапидарным языком пытаюсь это объяснить, но я надеюсь, что из этого все получится. Я надеюсь. Все может и сломаться, но если не начать, то никогда не узнаешь. Марш Захарович, что будет после этих выборов? Вот прошли выборы, выбрали президента Российской Федерации с помощью интернет-технологий. Что дальше будет делать этот человек? Это будет пример Светланы Георгиевны Тихановской, которая сейчас находится на территории Европы и посещает различные европейские страны, встречается с представителями европейских государств. Или это будет человек, который вот выиграл выборы и все, он сидит. Да, я выиграл интернет-выборы. Ну, что дальше? Ну, продолжаю там жить своей жизнью. Или нет, Марш Захарович? Ответ. Я понятия не имею. Ну, а как я могу отвечать? Я сам не баллотируюсь, я сам ничего не делаю. Я не знаю просто. Я не знаю. Вот мой ответ, я не знаю. Я знаю, что я буду делать. Что будет этот человек делать, я не знаю. Это его личное дело, я в это не лезу. Он не является моим протеже. Понимаете? Я не знаю, кто это будет. Я буду продолжать эту технологию совершенствовать. Делать ее, популяризировать. Может, мы затеем референдум о войне, о мире, о Путине. Не важно. Но мы продолжим работать в этом направлении. Продолжим мы распространять эту технологию, чтобы люди, имеющие биометрические паспорта, регистрировались. Понимаете? Будем ее анонимизировать еще сильнее, еще сильнее укреплять ее безопасность. Я буду заниматься этим. Потому что кого выберут, это уже дело избирателя, а не мое. Я не могу потом говорить, ну, это мой порождение, иди, сынок, сюда, будешь делать, честно скажу. Какая мне разница? Меня это не интересует вообще. Я не должен этим интересоваться. В противном случае, какая же роль арбитра? Ты же тут лезешь во все, и зачем? Это не моя задача. Моя задача, чтобы это заработало. Если это заработает, если это вообще начнет работать, я передам в добрые руки, как говорится, занимайтесь дальше, друзья, сами. А я уж как-нибудь найду себе качество. Я думаю, это самый правильный подход. Не предрешать ничего. Кем будет, что будет. Опять же, вот смотрите, президентом можно быть таким, как Медведев, понимаете, а можно как Дегольф. Ну, опять же, я повторяю, место или человек, или человек место. Если человек сумеет воспользоваться как-то, я не знаю, своей победой, может быть, из этого что-то получится. Может быть, Тихановская, не Тихановская, а может не воспользоваться, может быть, неудачно кандидатуру выберут. Может быть так. Да, может. Но демократия, это всегда риск. Демократия тема прелестна, что она терпит ошибки, понимаете. Только диктатура, она не любит ошибок, не любит для себя ошибок. А демократия, это всегда риск. Людям надо рисковать и научиться рисковать. Что они не того выберут, что это не такой человек получится. Он ничего не справится. Значит, другого выберут. Проведут еще одни выборы. А почему нет? Кто мешает? Я не исключаю, что, конечно, они за этим следят. Для них это предельно болезненно. Что касается безопасности, она обеспечена. В какой степени это никогда не узнаешь. Нет такого проверки, кроме как испытания ее. Но, честно говоря, мы и до этого занимались вещами, которые вряд ли понравятся власти или Путину и так далее. Поэтому я бы не сказал, что здесь какая-то принципиально новая ситуация. Какая-то угроза гораздо более масштабная, чем то, что делают солдаты в русском добровольческом корпусе или в Легионе Свободы России или где-то еще. Уже война идет. На фоне нее все это как бы не имеет такого рискованного масштаба в сравнении с войной. Вот честно скажу. Потому что там люди гибнут каждый день. Вот мы сейчас разговариваем, а люди в окопах погибают. Поэтому, ну что будет, то будет. Здесь другого пути нет. Другого хода нет. А если ничего не делать в опасении, что ты рискуешь, значит, навлечь на себя гнев и преследование, или даже убийство, но тогда вообще ничего невозможно делать. Тут важно понять. Тогда ты вообще ничего не можешь делать. У тебя просто нет никакой возможности. Ты просто становишься заложником либо собственного страха, либо тех ограничений, которые возникают в связи с тем, какой Путин и какая его власть. Ну, невозможно. А не надо заниматься этим вообще. Вот я всегда об этом говорю. Если вы боитесь или не решаетесь, а зачем вы это делаете? Все время с оглядкой. Оглядка не поможет вам добиться целей. Благополучная жизнь в Европе или в Америке – это не панацея. Поверьте мне, все не радует. Если то, что в России не изменится и останется все так же, никакая жизнь благополучно не заменит вот этой безрадостной доли. Понимаете? Для меня то, что происходит в России – болезненная вещь. Хотел бы я вернуться? Очень бы хотел. В Россию Путинскую мне там делать нечего. А то я не вернусь. В Россию обновленную шанс есть. Поэтому, если никак к этому не содействовать, тогда ничего не поменяется. Останется сейчас дочку посадит, какой-нибудь Воронцов, и потом внучку. Бабка за репку, репка за бабку. Как там в сказке? Ну и все это будет бесконечно. Поэтому рисковать надо. Как я говорю, без риска нет и риски. Поэтому хочешь получить что-то на конце, значит, будь любезен риску. Я не считаю, что вот эти люди в электростале, которые с причинно нарушенными следственными связями, которые считают, что добрые цари и бояре плохие. Те, кто винят во всем Америку, Навального и так далее. Я на них не рассчитываю. Пусть не ходят и не голосуют. На моих выборах не надо. Пусть не напрягаются. Пусть не регистрируют приложение. Нет у меня задачи. Вот как другие говорят, вот мы должны перепрошить, перештамповать, значит, их сознание, значит, суметь их изменить. Не надо. Пусть придут те, кто еще потерял веру. Те, кто еще хотят что-то изменить. И считают, что они вправе и в силах хоть что-то сделать. Подчеркиваю, хоть что-то. А ведь для этого набор-то небольшой. Ну что, скачать приложение, прислонить паспорт и 17-го проголосовать. Три действия. Понимаете? Не таких сложных, не таких опасных. Если личные данные никуда не уходят, но они точно не уходят на Лубянку. Понимаете? Ну точно уходят. Они уходят, может, куда-то на Запад, но уж на Лубянку-то они точно не попадут. Ну каким боком? Понимаете? Приложение нельзя вскрыть. Приложение нельзя вскрыть. Вскрыть можно сайт. Поэтому мы на сайте-то и не голосуем. На сайте нельзя будет эти личные данные получить. Так бы проще было сайт сделать, но так ведь сайт-то проще сломать. А это сложнее. Точнее невозможно практически. Ну это как бы технический вопрос. Но, повторяю, я на людей в электростале, конкретно если они вот озабочены этим и не хотят ничего менять, я на них не рассчитываю. Вот очень простой ответ. Зачем это мне? Я уже ответил на этот вопрос. Я, во-первых, другим никогда не занимался. Но если есть хотя бы один человек в России, которому это надо, то значит уже все не зря. А я думаю, что это кратно не один человек. Это гораздо большее число. Поэтому мои занятия – это производная их желания. Если бы совсем не останется ни одного человека, которому это надо, тогда можно, аминь, как говорится, заколачивать эту всю историю. Мне нужны люди, которые готовы к действию. Я же тоже предпринял действия. Я взял и уехал, когда мне грозило опасность. Сейчас я вот в розыске нахожусь, я иноагентом. Ну весь набор. Сейчас говорят имущество иноагентов будут отбирать. Я вот видел, мне прислали ссылку. Неважно. Но я предпринял действия. Я изменил собственную судьбу. В лучшую, худшую сторону. Как бы страшный суд покажет. Понимаете? Но мне нужны люди такие же, которые, может быть, и не смогли уехать, и, может, некуда ехать, но они готовы хоть что-то делать. Я сейчас не говорю к оружию или еще чем-то. Нет. Это же элементарное действие. Участие в голосовании. Понимаете? Я рассчитываю на таких. Пусть таких 5%. Пусть таких 3%. Но пусть именно они все придут и не проигнорируют именно эти люди. А те, кому ничего не надо и которые готовы жить той жизнью, в которой они живут, ну и, как говорится, не надо их уговаривать, не надо их дергать. Пусть они в своем режиме, на своей волне продолжают существовать. Я на них не рассчитываю. Но, опять же, я уже сказал, я в путинскую Россию не вернусь. Ну, вот ту Россию, в которой ты являешься неким объектом путинской политики, зачем это мне? Даже его наследников. Там, где будет гражданская война, хаос, я вернусь, ну, так там игра свободных сил. Куда мы двинемся? Я же не говорю про броневик и про, значит, революционеров, дезертиров с фронта, которые, значит, обеспечивают тебе июльское восстание. Я же не об этом говорю. Я имею в виду, что надеюсь к этому моменту возможностей будет куда больше и вопросы основные будут решены. В том числе с сопротивлением этому новому, этому новому изменению. У меня желаний большого никого карать-то нет. Я человек, в общем, относили далекий и не хотел бы его применять. Я просто понимаю, что Россию надо коренным образом изменить. Изменить из той, какая она сейчас, в совершенно другую. Не вернуться к старой. Не попытаться улучшить ту, которая есть. А вообще изменить полностью. Потому что вот так, как живут люди вот в этом электростаре, жить нельзя. Если я буду видеть, что у меня есть этот инструмент, это все изменит, тогда имеет смысл возвращаться. А если нет этого инструмента? Или ты стар? Или у тебя уже другие приоритеты? Если у тебя там песок сыпется, то не надо уже этим заниматься. Отдай это следующему поколению. Пока у меня силы есть. Их достаточно. И если я увижу на своем, что называется, веку этот шанс, эту возможность, то я, конечно, вернусь и, безусловно, приму участие в переменах. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok